Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Германию в Сибмерс Цивилизацион 6 с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с неё. Всё-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, опять сообщают все. Чудеса. Как там же долго Сергеевна? Четыре посла уже накопил. Так, вот этого торговца. Давайте, наверное, сюда отправлю. Как раз железо добавить. Так, игры и развлечения открыли. Народ, а ведут, подскажите, он бафы в другие районы? По-моему, да. Римлянин, подскажи, ты сто процентов знаешь. Ну да, не, ну просто бани-то римлянин всегда строят. Не знаю, я веду керетка строит. Блин, мне вот не нравится, что я зал приёмов с античной республикой строю. То есть я не получу наследие олигархии. А возвращаться обратно в олигархию мне сейчас не прикольно, потому что будет анархия. Блин, короче, я себе проблемы на ровном месте устроил. Так, давайте в Кёрн перебросим. Кампус надо здесь, а тут вообще есть плюс три. Кстати, кампус. Да, здесь я этот майнца хотел построить. Так, что нам там быстренько открыть? Есть что-нибудь? Нету. Одно-бранительную тактику открываем. И давайте, наверное, Рейну назначим в Кёльн. Что-что? У меня написано, что я закончил ход. Да, я не закончил ход. У меня нету таймера. Кто-то из Дискорда вышел. Тут, наверное, фермы построю. Кто-то зашел в Дискорд. И это тоже ухо. Совпадение? Не думаю. Что-то такое? Да тебя тут собираемся пилить. С Римон? Ну да. Как бы мне тут... Не, ну тут надо кампус вот тут строить для Ульма. Так что можно спокойно сюда поставить коммерческий район. Лисичек обрабатывать. О. Ну как-то я уже... Не понял. Не поймал, зачем? А, видит, так рано пошел. Ему же типа можно просто подождать, где свая будет все равно. Не, ну, еще раньше тема. Когда не вывезли. Олег, Сиран, заканчивай. Не, ну можно что-то хорошее забрать. Там типа языки, там паровой музыки. Всякого такого полезного. Я, кстати, удивлен. Вроде никто так и не собрал языки. Нет, почему забрали, извините. Да, я вижу, забрал этот. А у Индии Дивару, а не грядится что-нибудь? Тут, кстати, интересное место еще для города. Ты можешь, на самом деле, этот в Циве есть типа Википедия встроенная. Пишешь типа в... Как они пишутся в английском? В танки. Что? В танки. А, потому что-то тяжелая кавалерия, да, в танке. Ну, они же за место этих. А куда они сюда узнают? Ну. Ну, вот, нормально. О, Алексей походил, ребят, ура. Да. Ну, мне походу уже нужен, конечно, таймер побольше, судя по всему. Нет. Кавка просто решил. Не сегодня. Да что, ну только 49-й ход. Ну, камон, никто не воюет ни с кем. Я понимаю, что это кто-то еще с кем-то воевал. Сука, в Леша городов. Семь. Тогда все понятно. Ой. Что за мечники пришли варвары? Да, что-то мечники это уже... Грустно. Кстати, кумаси в этом моде, я так понимаю, немножко ухудшили. Точнее, не немножко, а конкретно. Он теперь дает плюс две культуры и плюс одно золото за каждый специализированный район в городах-государствах. А так как в городах-государствах обычно один район... Да. Так, так... Нет, почему? Ваши торговые пути к любому городу-государству дают за каждый специализированный район в исходном... Где ты это читаешь? Ну вот, я читаю Сюзеренову кумаси. Где ты читаешь? Сам, где ты читаешь. Я открываю кумаси, на дысканах. Ваши торговые пути к любому городу-государству дают плюс две культуры и плюс одно золото. За каждый специализированный район в исходном... Не-не-не, поменяли. Не верю ему. Леша прав. Ну, вообще, да, район в исходном пункте. Не, ну, то есть, если у тебя в городе стоит четыре района, то ты получаешь восемь культуры и четыре золота за торговый путь к городу-государству. Не понимаешь. Ну, а раньше было ко всем? Или только в города-государство было? А раньше, по-моему, ко всем. По-моему, все это в городе-государство. Сможно, конечно, путаю, но мне кажется, что оно что-то делалось. Блин, я с этими спорами маскат перекупил. Жоржи, давай ты будешь с маскатом повежливее, а я с лиссабоном. Согласен? Я тоже. Давай, Джорджи, ты убей маскат, а все убей ты с лиссабон. Чем думаем? Да, по-моему, честно будет. А кого-то мантюхи бьет. У меня бегают из Ульма, из Кёльна и из Франкфурда. Надо, наверное, из Майнца или из Трира. Наверное, из Майнца, давайте. Отправим. Раб. Так, строим в кампус. Что, подождем, наверное, этим рабочим присоединением. У меня один этот остался. Жоржи. О, отличный торговец. Обожаю увеличение торговых путей. Если упадет на мои земли, я тебя войну сразу обью. Зачем мне твоя религия, если у меня сейчас своя будет? О, уже и война пошла. Ну, это ожидаемо. У кого с кем, у кого с кем? Ну, Рим. С арабом. С арабом. Араб, ты отлетаешь? Нет. Не должен. Не планирует. Сейчас же мамулки пойдут и все. Че по союзам со... Союзы? Ты как-то далеко подошел. У меня это было лет 20, примерно. Каких лет 20? Все торчат в исторических хрониках. Там... Не, ну, у меня тоже не скоро, у меня через 8 подулки. Я просто спрашиваю за рак. Блин, надо эту клетку покупать, тут вырубать. Я, наверное, ставлю эти леса. С тобой будем тимплеить? Все, ты... Ну, конечно, сынок, конечно. Ну, что за вопросы? Ну, ты же должен был давно это понять с самого начала игры, что он с тобой тимплеит. Надо тут... Я понял, я понял. То есть мы надо объединяться, да, дочь? И я думаю, что тут где-то надо будет ставить на... Нет, у нас не... У нас не агрессивный тимплей. Надо посмотреть, насколько тут далеко соседний. Ну, тут просто... Тут вообще у меня без проблем город ставится, я так понимаю. Агрессивный тимплей просто мы тебя спасем. Под деревом твои города. Я просто чуть-чуть. Ну, вот и поселенца мне привели. Судя по всему. Чуть-чуть снесем, да. Поляка за залп с сэндусом будет. Блин, один ход до роста. Ладно, подожду. Не хочется деньги тратить просто. Просто не хочется тратить деньги. Так. Починим оливки. Или этот бонус, короче, сводит меня с ума. Я ставил район на плюс 3, он стал... Плюс 5. Как будто... А-а-а. Ну да, логично. Хотя нет, не логично. Ну, ты снес шахты, он стал больше. Блин, тут плюс 2. Не, сносил шахты. Хотя, я типа обработку снял... Зря только ферму построил, что ли? И поставил там район. Получается, я за район получил плюсик небольшой. Да, один минуцу здесь какая-то. Этого тоже влияло. Короче, интересно. Это не так просто. Ну, точнее, как это просто достаточно, но... Тем не менее, не очень. Самое главное, увезти у австралийца их и его башню. Все остальное. Не, не надо меня ничего не водить. Ничего, ничего. Что? Посмотрим. Ребята, нехорошо делали ролики, снимать пещу. Поселенца. Сейчас уже практически то же самое, что у остальных. Ничего особо не отличается. Не, ну, варкрафтовский, по-моему, все равно невероятно. Не, ну, просто, ну, я вот, если честно, не знаю, а кто и кто делает лучше? Скажи, может, или кто делает так же? Ну, фиг его знает. Наверное, люди, которые фильмы снимают. Другие сравнения я тоже не нахожу особо. Какая была ситуация, в общем. У меня был рассинхрон. Когда я загрузился, оказалось, что индус уже своим поселенцам походил. Я просто присылаю какие-то файлы. Я потребовал сейфа. Видео, которое 20 секунд может весить, там, 2 гигабайта, 3 гигабайта. Причем он на счет не хотел просто максимально играть. Мы уже загрузили, что ли? Да. Да, уже. В общем, товарища, блин, у меня села захватили. Ну, а ты не помнишь, что ты сказал, что ты на счет не хочешь делать, что это так себе? Я понимаю, что это нет, но... Ну, а как? Блин, в прошлый раз у меня был рассинхрон, ты походил, пока я не загрузился. На счет ты отказываешься играть. Так как надо было сделать? Правильно, по-твоему? Не на счет, но так, чтобы я был готов. Вообще, никто ничего не сказал. Кто-нибудь в курсе, как сделать не на счет, но так, чтобы он был готов. Нет, нет, я не понял. Он просто свернулся и не видел, что мы начали. Я же правильно понял, Тишина. Да, я посел, потерял. После свернулся и не понял я. Ну, типа, если ты нажал ready и открыл, например, этот, там, браузер, ты не увидишь, когда игра загрузилась. Ты вышел, секунду, почему-то вы не слышали все его, да, вы слышали все его руганье, претензии, и теперь что по этому походу? Хорошо, ну, ты меня добавил, плюс-минус две недели назад. Это больше. Ну, или больше, да. За месяц. Просто все, как мы договорились, у нас поиграть именно у вас грузы. Замена, замена на Риме, я так понимаю, потому что там у человека есть большие технические проблемы, и мы договорились. У Леши просто очень сложный прием в группу. Я знаю, я знаю, да, да, да. Ну, это и хорошо, с другой стороны. Короче, на этом он вместо Рима. С какой попытки все попали в группу, если не секретно? Я со второй. Короче, араб. Давай забудем все наши распри. Тут, давай. Мне кажется, Жор уже в начале говорил, что он его снесет, а теперь просто наши соболезнуют душевно. Говорит, ну ладно, давай. Я понимал, что он теперь уйдет, ну ладно, ну, блин, что настолько-то настолько все. Забудем братья дебины и пейзнеры. Мы будем забирать. Так, вот почему у него ваненый баню? Ход бесконечно, поэтому ходим. Да, да я только сейчас начал ходить. У меня тут вот дебильный с этим микрофоном неизбышно. Если он отключается от компьютера, то получается проблема ему обратно сделать свою работу. Так, а у него первая военная мощь откуда тогда сколько? Ну, видимо, пару регионов, что там 200. Не, так он говорит, что у него дубины, что он дубины лишел. Дубины тоже неизбышно. Не, ну ушел с дубинами, видимо, чтобы апнуть их около араба. А откуда столько военной мощи, я просто не пойму. Ну, нет, вот это. Не, ну то время запорол капку вообще тотально. Я не знаю, как тут исправлять данную ситуацию, на самом деле. Не, ну как бы... Если... Так, строителя. С арабом договориться. Ганзе кампусы можно придумать. Может, здесь кампусы, потом тут что-нибудь еще. Видишь, если вы говорите, что у меня есть шансы выиграть. Ага. А ты мне говорила, что я мудак. Ага, когда у араба уже 45 науки, а у меня 13, я говорила ему в филитической философии в конце 2 века. Ага, да, у меня есть, конечно, шансы. Сколько у тебя вероятность способа получить золотой век теперь? Выйдешь... Подожди, а вы сказали человеку, что мы с модом играем? Да, я знаю, что культуры в ход, ничего себе. Ну, поэтому вот у Рима так мало культуры, на самом деле. Ну, это все равно в философию можно было бы уже выйти. Не, ну, я как бы все понимаю, а... Как бы это сказать? Ну, не 53-й ход, Ребза. Три города у него есть. Ну, а 6 культуры. Не, просто непонятно, почему он не вышел в политическую философию, когда как раз таки она дает монумент. Как бы там они передвинули, что не сразу получаются на монумент, а только после политической философии. Ребят, я ход закончил, вы рады? Да. Да. Да и тут, а повел. Это что, хорошая новость, и сегодня все. Согласен. Да, с Римом. Тоже дружбу объявить. Нет, не собираюсь больше никуда селиться. Короче, араб, давай мир. Так, у меня есть слоны. Папа предложил тебе другую сделку. Кто? Ты сейчас... Да, Эдвиктус, Эдвиктус, я десам не в отцы, поэтому теперь он мой папа. Ну, или, может, мы скрываем все, что мы простенькие имплеи. Сложный бар поставлен. Потом просто стадится меня. Ну, вы же не будете меня подселять, да? Я надеюсь. А мне сюда некуда селиться уже. Где тут, друзья? Куда тут селиться? Ну, там бананчик. Там от бананчика можно попробовать отыграться. Какого бананчика? Говорят. Бананчик и так у моего города будет. Там третий радиус Кёльна. Ну, так-то, да. Ладно. Не, что ж тебе говорит, вот, выигрывай, выигрывай моя катка. Ты вот мне не веришь. Земля есть. Легионы есть. Первая военная мощь. Тудовенка, я тебе еще припомню. Я, я думал, тут как бы легионы против мечей подзащитником веры с геном. Я вот так вот думал. Получилось почти так же, только дубинчики против мечей. Ты губу раскатал, да? Гоню на три губы раскатал пацан. Легион можно расчет с верой подгибать. Виктор, ты давно против арчи не катал. Я так смотрю, да? Такой довольный, шоу римы, катка за пору-то. Здесь этот мод, мне кажется, человек просто немножко, а может и не играл никогда, я не знаю, я вообще не знаю, что здесь, Сергей Юрьевич. Слушайте, один вопрос по игре. Есть карта на плюс 100% кампуса. Да. Есть карта на плюс 50% от кампусов с большим количеством бонусов, да? И это работает над мне, если мне плюс 2, и от карты получается плюс 4, работаем. Да, да, да. Все работает. Вот тогда давайте я не полный камер взять. Так уже походили все. Юли, ты сколько у тебя городов? У меня 6 долларов. Можете больше городов поставить и входить весь таймер? Как тебе такое предложение? Так, строительство ускорили. Что у меня тут еще есть? Древние стены надо бы ускорить, кстати. Это в Ульме я бы построил против Араба. Он опасный. Араб опасный. Но у меня счастье, кстати, довольство. Прям прет. Довольство прям прет. Не, ну даже несмотря на то, что там это ЦПЛ мод, не ЦПЛ мод. Это я просто иду смотреть, если что, араб. Пока я не могу поселенцев строить. В темном веке у меня карточка на изоляционизм. Там светлый мод, видишь. Да какие проблемы в ЦПЛ моде? Я не знаю, в чем проблема. Не, ну то, что там прозвучало, то, что там Рим понерфлен. Ну, даже если Рим понерфлен, чувака стоит перед городом, а он даже не в политической философии к концу второго века. Не давнем 76 часов, я уже посмотрел. То есть первая игра с темой и так дальше. То есть он абсолютно не сильно понимал, что делать. Я тебе Незланд немножко помогаю. Ты, по идее, видишь. Слушайте, а получается, что на Германию, на Ганзу не работают эти шахты теперь, да? Я правильно понимаю. Они вроде и до этого не работали. Да, но теперь они уменьшили влияние бонусных ресурсов, и теперь получается Ганзу, мягко говоря, убили. Однозначно, ты если будешь внимательно на карту смотреть, увидишь, я тебе там немножко помогаю. Отличная помощь. Ну, чем могу? Я просто с левой стороны не знаю, что где находится. Нет, тут там не шахты там построен. Там тоже должны быть, короче, да, ГГшки, там, по-моему, мой Кумаси, должна быть где-то игрен. Еще одна научная. А Элиса Бонда, жизнь не хочет писать. Какая-то еще на деньги. Короче, Норвег с арабом. Я, это, я тут, как это сказать? Альянс, верно, в уголочке. Да, тихо, мирно, в уголочке, уголочке, я альянсовая проститутка, короче, я ни на что не претендую. Дай, дай, стоп, поиграть. Ручника. Подписывайся, ты победишь. Концент. Этого ап, где мне еще прачник хуй, а вон где прачник, блин, надо возвращать на родину и апать. Ладно, ладно, дубинами не ничи. Религия за рим, репза. А почему нет? Не, ну слушай, если было бы какое-то офигенное чудо под боком, то, может быть, имело бы смысл это. Купта, как это так все зовут? Чандракупта. 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 Че-то, че-то? Че-то, че-то. Так, откуда у меня тут бегают? В общем, мы потеряли почти частично. Я отправил. Да, я надеюсь, это до следующей раз. Из Хульман, надо из Трира отправить еще. Сложно тоже, да. Ну, там вот когда-то, такие игры бывают иногда, просто не идет. Игра против того, что... Все это железо обрабатываю в том, что я смогу сразу везде рыцарей строить. Проблема именно в том, что надо заранее тогда побольше колясок построить. Слушай, а не зачем-нибудь убрать все эти уведомления? Одна кнопка. У меня, возможно. Я не знаю. А, прям сразу, чтобы все, да. Не, наверное, нет. На этот момент я тут построю. Здесь он не идет. А вот и вы не правы. Можно правой кнопкой все убрать сразу? Все сразу? Как? Ну, одна кнопка убрать все. Только не сразу. Где? Где кликнуть? Ну, не сразу же, потому... Такой именно. Обманчил. Куда обогнал? Куда обогнал? Веднер и Пингалу пока отправлю в Героевину, по сравнению туда же. Мажмусы пересажу, конечно же. Тараповцы восполнены граммский сердце, надо знать, почему. Это, короче, на пять ходов. Дальше можно забыть. У меня там где-то десятка сетит. А ты в золоте? В золото выйду, да. Это просто вырастет. Нет. А ты читаешь проект? 75 науки. А-а-а. Я понял. Конт или контроль, альт-энтер нажмешь и... Мне бы, конечно, храм Артемиды построил. Уж никто не построил. А, не лежал, но уже пофиксил двенец кост. А, конечно, колизей еще неплохо было бы организовать. Так, в Ахине торговец. Библиотека, монумент, крупная мельница. Эти колесницы делать, тем более у меня стоит карточка на них. Алексей, я с тобой можно как-то договориться про права прохода, или ты не заинтересован? Ну, и когда я тебя найду, и мне захочется через тебя проходить, тогда можно, а так, в смысл. Тебя обходить как-то. А время счет такой, как будто бы бот играет. Маленькая сложность. Кто? Кто? У Рима счет. Что-то мы сразу этого не заметили. Ты это не мучай, пожалуйста, Незланд, а то он сейчас... Скажет, у него и нет пропал. Слушай, ты же должен был проверить, ну... Ну, как я мог проверить, я даже не видел их. Ничего, посмотри. Мы же загрузки были. Просто мог спросить, я тебе сказал. Ты вообще сказал ужасные вещи, я тебе вещи не хотел рассказывать, я тебе не хотел рассказывать Незланд. Несли, ты сыграл только... Ну сколько, три города? И вообще никак еще. Сейчас посмотришь, как Незланд с этим все сделать. У тебя сейчас появится сильный конкурент. Незланд сильный. Играет. Ну, когда он сделает это ходов через 40-50? Ну, да, к сотому ходу можно выровнять, в принципе. К сотому ходу. Неожиданно, керене через религию захватывать все. Так, строительство открылось. Может, пока эти вот морские технологии пооткрывать, которые... А, давайте один фотоинженерное дело. Ничего больше, упорка скоро. Не бы испугался этого молчания. У меня уже три. Ну, миг штук 15 надо. Там просто тысяча этих уже... Желательников. Прям тысячи. Ну, и умножить. А если с играть, то поди вообще можно воевать с двумя краткочками, карточками на плюс 4, плюс 5. Здесь оплатим на 10-й веке, да? Вот это, блин, жестко. Ну, теперь будет бонус лидер хи, плюс 4. Не хочу. Еще плюс 4 от карточки, еще плюс 5. И если, например, против вошадей идешь, вдруг так вышло воевать. Пишу, плюс здесь, пара уже не появлялся. Копейщиков, потому что купли-то копейщики. Ага, может, у нас в поляк сидит. Ну, я думаю, никто не будет на Грецию нападать на лошадях. Это не сильно выгодно. И долго очень. Я в цепле играл, там, чувак исполнился без железного. Железо было в зайнице. Против Греции. Зато лошадь с садиками. Садиками пошел вайвать. Да нет, там быстро отлетел. Лесниц, хотя может... Надо, может, один через один делать, давайте, библиотечку. Не, ну, даже плюс 5, плюс 4 уже неплохо. Так, Государь, можно тогда, там, плюс 6, плюс 8, плюс 5, плюс 13. Давайте феодализм, пищники, нормальные. 6 ферм, а у меня скулья. Но все равно гамплиты выглядят неплохо. 3, 4. Ну, они как-то, они для защиты, мне кажется, идеально сделаны. То есть, ты реально их ставишь рядом, и все. То есть, даже если лошадь против тебя люди нападают, то... Ну, да, и потом идти по ветке как раз. Ну, две фермы поставлю, и там, кавалерий, мы все спокойно настроим, там, в самом начале гоплитов. Так, монумент завершил. Просто сидеть, строить Акрополе, там, развиваться. Я не убираю мангельцы, потому что, если я уберу, то уйдет жилье. Хотя... Слушайте, уже сейчас, наверное, можно. Звучит, как хороший план. Потому что... Отличный план. Зал приемов жилья. Так, 4 хода. Ждет, будут гусары, апллы, 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 апллы в танке, да? Так, а гусары за жилья? Чего-то апллы, он будет один, и через нормальному заднику. Я не просто таки, не уникальные юниты. Мы это ним, они строятся, и не у них. Потому что, меня путем уголовок, когда... Да, они апллы в танке, и я проверил даже в целом. Я бы пингалу в Кёльне назначил, на самом деле. Тут все больше всего науки будет. Там, да, я вот пару раз игрил. Встали, подал именно на ГГшкину, с такими же юнитами по классу. И потом, из-за витара, не очень сильно тушит. Они процентов 50 больше, не куда-то толкивать, по-моему, да. В Майнсмонт, во Франфурт. И у них по дефолту много сочного урона. У них... Сейчас я глянусь еще. У гусара в ЦПЛ моде 55. То есть, это как у кавалерии поведение. У кавалерии 62. А, ну ладно. Ну, в самом месте кавалерия не подает толк. Так, и какую-то еще клеточку мне надо. Вот, наверное, эти алмазы, потому что они в четвертом радиусе. Ну, я так понимаю, араб очень вовремя сориентировался. Соли. Насчет чего? Ну, насчет этого. Иесимити. Все, ты там зачистил, да, уже? Два хода мне. Лагер убил, люди сейчас убьют. А, то есть, кто-то подхожет. Не, ну, если бы ты сказал, я бы не убивал лагерии, но я тебе все равно встрою. Да не, не, все равно. Просто на меня, что сначала мечники навалились там. И мечников. Потом одного забрал, был что-то. Можно на производство переключить здесь. Короче, не благодари за помощь, всегда рад. Вахини библиотека теперь в колесницу. Здесь Ганза, мастерская. Здесь... У меня пошел пока феодализм, что надо, чтобы фирмы хорошо работали, а потом пойду в союз очень быстро. Через шесть ходов буду в союзах. Короче, есть хэштег запили быкова, а есть хэштег запили удовенка на Австралии. Да не, на самом деле, я переоценил свои возможности. У меня был кампус, изначально на плюс шесть, но я пообрабатывал, пообрабатывал клетки, теперь он на плюс четыре. И он просто реально в горах, то есть не из-за престижа, он там так, ну, престиж чуть-чуть дает. Но, по факту, бонус престижа, я убил просто этими, как они называются, рудниками. Ну, так убери рудники и все. Блин, промка тоже важна, понимаешь? Ну, то есть, я не говорю, что типа это очень ужасно, просто, типа, не настолько все имбово, потому что без рудников тоже плохо, в городе это промки не будет. Или так не очень много, в принципе. Просто Австралия, этим, похоже на Германию, что надо сразу продумывать место. Блин, Вик, вы все-таки с тобой соседи? Я слышу в твоем голосе какую-то радость, мне тут, мне это радует. Так усиленно изображал, что не соседи, а оказалось соседи. Папа, я буду тебе помогать, не волнуйся. Отобьемся от немца. Да, если бы у меня еще были мои эти, вместо уникальных подлодок, уникальные танки, как в пятерке. А то у меня ни одного города на воде нету, так, к сведению. То есть у меня подлодки мимо в этой игре просто. Еще и ганзы мои похерены. За немца было бы слишком жирно, если у меня еще какие-то уникальные танки были, вместо подлодок. Так, а что, какие у меня сейчас вот способности, собственно, для этой игры? Плюс семь против городов-государств? И карточка, она военная дополнительная. Ну вот карточка только есть. Да, карточка очень, очень приятная. Ну, доп район нет. Ну, доп район, у меня еще нету доп района. Не, ну он скоро будет. Понятное дело, что его еще нет. Все равно скоро-то будет. Не получилось у тебя, короче, наныть, что у тебя все плохо, видишь, мы тебе не верим. Нет, я не про то, что все плохо, я про то, что нету бонусов приличных. Норвега, ты видишь, там это... А, так, уже есть ускорение наше. Попиливать пойдут. Лечи. То есть тебя эта ситуация устраивает, да? Нет. А, ну, то есть ты здесь уж по типу. Ааа, и так сойдет, да? Блин, у меня до сих пор первый фасолд отвисит. Так, давайте посмотрим, кто его пилит. Сколько будет красным, красным, мне 49. А, следующим ходом жанельный. О, 56 уже пересчиталось отлично. А, ты прав, варварский. что у меня больше всех науки в этой игре там мяч из дамаска так араб хочу пойдешь норвега что ли пилить то чем тут сидит 14 науки опа сколько там рим не дай ему это сделать а я понял суши удовенка я понял 1 алексей попросил эти того вообще по-хорошему я просто написал фантомов или ты только доиграл не хочу я не хотел брать кого-то кто но не сильно шарит потому что тогда грустно то есть сами так конечно таки было бы грустно сажал тебя без лет не тебя новичка а так бы было еще если мораль если мораль корабль не взовет мораль тут весь этот уголок его забрали где мне лучше лёша предложение ну короче готов подспонсировать твою войну если что или норвега или твою у тебя прям так много золота нет ну что есть отдам ну типа зачем нам усиление араба араб на самом деле очень хорошая нация да с этим его по факту но не порезали наоборот по моему получше сделали в там есть процентов от 20 тут поставлю красивый культуры 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 и науки культуры и науки поехали все останавливать арабы давайте прям отсюда все войска мне напоминает какую-то игру а мы как-то недавно играли так кремли на душе и глупой там просто был перс который был на ужаснейшей территории и за ты может видом на веру не так среду поскучит шатанский дал не не помню типа он был на кита мини архипелага сам то есть он был наш на проходах там в одну две клетки с одной стороны континента на другую вот и он короче просто строил кучу флота пошел с бригадами сжигать города эдима который уже был в артиллерии но типа не мог нормально обороняться с другой стороны я его душу не у меня в совету был другую веселье у меня все это было мой земля с рандомами японии в южной америке это я полностью в джунглях вот и в золотом веке по двадцать шесть блин скидывал скриншот я наслаждался тебе разыски давал болен на кольцу бьют там может дружить в этот раз арбалет и уже алё привет да я тоже это же напрягся лол что очень тяжело выходить для что-то не знаю варварский арбалет и жёванный крот она это серьезно да так уж на тяж два лучника покажем кто там кто там кто что-то они мне дуболом и ну слушай мне там это candy что-то вы выеживается поэтому если там еще одна дубинка будет проходить из ахина идет из франкфурта идет из ульма есть из кельна есть из трира насчет из берлина осталось только отправить может не реально инвиктусом союзится может инвиктус типа как раз союзится будем дружить в этот раз все все возможно все возможно можете комич в гуси приешься на танках до хороший вариант лучи на самолетов бы им берем а и сразу ну ты уже купил на пятах теку-то билеты на мертвое море заказал тебе лежанку уже все нормально кстати влад тоже хотел приехать не влад но я бы может как-то поехал не но съездим ты скажи когда ты можешь где-то в апреле в мае здесь очень приятно дождики могут быть а вот февраль-май апрель-март лучше прямой золотое время туда наверно в апреле что мы меня там очень много ивентов будет вот и ничего данные на недельку прижим он алексей я бы наверно с арабом повоевал не знаю что когда знаешь типа лёша будет встреча с подписчиками просто в юрусалиме люди свяжаются со всего мира можем можем к петру съездить опа очень интересно хорошо в иорданию надо ехать ну это да от нас на ходе туда видишь на красное море сказано море и тебя есть тур поездка на пароходике или плываешь и море в иорданию там же тебя ждет искусловод с эти на машинке взять тебя в пустынку по пустынке пешочком идешь да ну вам вообще будет из без проблем у иорданию это нам немножечко там надо посвятиться вас даже друзья из иордании парочка хорошие знакомых так два хода но там эти турагентства они уже знают всю эту тему они работают чисто так вот они ставят тебе визу чтобы тебя туда довести и вести обратно погулять по этому городу который близок а ну и носу так теперь внимание вопрос или все-таки араб шо у тебя была аммани была а если а если а то есть войну когда-то уже был все зря до до этим не бы candy наверное имеет смысл захватить а непонятно пока опять candy объявил войну ну а чё делать а мир то зачем заключил с кем мне прошлом ходу было писано рим рим заключает мир с канди потому что араб вытащил аммани и он перестал быть все золотой героический что там происходит все хорошо шикарно это я в обычной упал или ты смог остаться в темном я в темном посмотрим не в обычном не думаю может тебе знаешь так и вышло что ты что не сможет делать и пришла давайте соседств для камни смысл не в обычную выходить это не надо соседство для коммерческих районов откройте еще есть наконец плюс два влияния поставим ну и новые строители получают два действия вот один нашел с этапе чеками пришел собирать candy может поляку отправлять меча лук нормально лучше давайте на юморку от пока пойдем так смотрим что по ноге у араба 71 алексея 88 это понятно почему почему у меня 88 что тебя или ты не или ты не в золоте подачи но ты в греческом веке с карт это выбранное устремление на этот коммерческий район отдают науку а у тебя не то же самое а у араба не то же самое не так я же не критикую я просто говорю что почему у тебя я понимаю потому что это у тебя было намного меньше хотя вижу тебя там уже может отправить уже к поляку смотри сделку пожалуйста норвежца ты вообще тут с нами общаешься да то у тебя там араб все да нападает ну ты твои шанс как и оцениваешь свои шансы банки забиливает или убиваешь я пока спорно норвегу норвегу я бы дал но я его единственную кого не встретил он слева от меня а у тебя дубин я просто честный лук потеряю я мог бы тоже как-то дать денег на его тоже еще не нашел не на перезалите через кого время давайте дам а ты дашь торвеж ну давай у тебя еще путеволы отваливаются я чё могу сделать кинулся комок ну чё ты сюда походил этим разведом ну шо ж ты делаешь порасти братишка специально рим я то я риму 200 дал так на сексе шусти чтобы он себе не зажимал деньги сам он передавался или процент посреднических конечно конечно на то и был расчет так в магнусе в делу не можно ли прочитажу дыбинка встретил так ступаешь могу умеет у да дешевле араба зачем-то меня пошел у тебя на это конечно говорят у тебя нет денег сервис мечей тонко пошел у тебя на у тебя у тебя мало науки кто-то пошел кого араб на норвегу пошел железо у тебя норвежец есть блин чуть резко продвинулась не просто может я чего-то не вижу но у тебя армия примечает и арбалета и все так норвег лови опана понеслась что такое где полет войну польша наоборот это саша он коварный я сейчас на шанс на шансах не ждал обработка не могли союза чуть-чуть везде войны начались так у нас же наверно кстати нет но я же наверно что неправильно делаешь воевать это полезно и специалисты учащихся на территории мулькам не нужно же это правильно да забыли пойду антёхи зубы а ты типа думал что я понял все вы помирились кто вроде как арабы горишь он не будет нападать норвега или ты будешь все-таки нападать все ты передумал и не краза него раньше долбаный мамляки не нужно железо вдруг пока что это меняет тогда я не пойму могу быстро настроить колясок алексей ответил слушаем виктус но я могу за тебя вписаться как гарантия давай кто говорит китайцы так ты сразу китай зато 3 поселенца строю давайте ну одно я говорю о инвиктус я готов тебе помочь что это естественно я предлагаю твоему другу по сути союзник ты хочешь на меня нападать да вы оба усиливайтесь а я тут сижу с грущу я могу конечно предложить военный союз и объявить войну ильдусу тоже вопрос все там нормально смысл это же инвиктус у него все хорошо 46 305 но не дайте экономически моя логика даже кузне не кучу когда-то сильно усилился а я не мне нечего тут забирать я бы понимаешь мне нет от ближайшего моего города инвиктус а те до союза далеко у кого у инвиктуса инвиктус далеко союз еще посмотрю я и шел наемники мне 4 хода просто я бы воткнул пару городов на границе инвиктуса но я не хочу потому что они захватываемые с его стороны все посидим кори чё нет нехороший ты человек сам не развивать ну прости слушай почему ты городом не поставь а я поставлю город я строю коляски потому что я понимаю что тут или я буду на кого-то нападать или на меня на поток прямо тебя для кода союзов и так дальше там вообще смешно да не я тут это я думал я как дружу с арабом дрючев сказал почти а то есть со мной ты не будешь союза включать вот это минуту китайцы китайцы буду 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 со всеми буду с норвегом буду со всеми будут я самый добрый рим 4 поселенцы истории в истории вы стою в истории до цивилизации 6 таких римов цивилизация 6 еще невидимого тут вы конечно чеченицу было бы классно такие прикольные постройки у этого австралии и так много всего дают это за рек до забыть что забыть никто никого не трогать конечно на моей территории ты вряд ли что сможет я нападать на тебя не собираюсь мне вот только нападать я думаю там и война индии с польшей не самая долгая будет так нужно тут там 350 на 300 водяной мощи то в принципе ничего рабочих я может не захвачу ничего не зато застал потратиться на защиту готовку не гусан где я вы начну живут с армии вообще не очень выгодно нападать они же долго строятся у них много промки нужны даже под карточка не там вот пятерки гусары у поляков просто бусечка рад не трогай воина я не буду ничем грабить ничего не трогает так а что у нас там у религии кого там какие хорошие религии никто ничего не буддизм у нас уже не очень крестовый поход синтаизм это кто взял норвежец как раз блин опять крашнулась на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока